Друзья, всем привет! Хочу немножко вас сориентировать по линейке Хюром. То, что сейчас самое современное и представлено на рынке. Третье поколение, четвертое, четвертое и пятое. Чем они отличаются друг от дружки? Ну вот посмотрите, конечно, как это выглядит визуально. И если раньше у Хюром была всегда вот такая, то есть до четвертого поколения, вернее это даже 3+, вот, сеточная технология, то есть внутри там сеточка. Все естественно здесь правильно, тритан, ультам, то есть самые современные, самые безопасные, прочные материалы, долговечные. Я вам хочу сказать, что у меня соковыжималка есть, она совершенно старенькая, второго поколения еще, то есть ей уже больше 10 лет. Она прекрасно работает, несмотря на то, что она побывала на всех выставках со мной, вообще просто, ну вот везде, и чем они только не делали, и она просто безупречно работает. Это как раз показатель качества, ну, этого бренда. Вот, так вот, если это были всегда вот такие условно-сетчатые технологии, да, шнек, сердце, то есть сеточка и обтиратель, сеточка мелкая, например, да, сеточка крупная. И это все прекрасно работало, надо сказать, и так, то есть нет такого, что вот, фу, раньше там все плохо, сейчас прям супер хорошо. Знаете, они до сих пор актуальны, я считаю. Вот, но, естественно, производители всегда идут вперед, это так же, не знаю, как iPhone, да, все время что-то новое, что-то новое, хотя, в принципе, и старое было когда-то, вау, вау эффект давало. Да, но помните, да, что вот эти фирменные модели, я всегда об этом рассказывала, сеточки именно, ну, не в дешевых моделях, а вот когда это корейское, настоящее, они моются очень легко, потому что здесь лазерная обработка, и они сделаны под конусом, и они не забиваются так. То есть в этом, конечно, плюс, то есть сеточка сеточки рознь, если вы возьмете более дешевую китайскую модель, да, и, ну, как бы фирменную, после там того же сельдерея сеточку помыть, ну, то есть эту прям вот в три раза легче, она как сама сходит, там чуть-чуть столько, чем отмыть сеточку. Ну, поэтому экономия, да, поэтому и цена отличается. Вот. И вот, собственно, всегда был вот этот обтирать, который помогает собрать как раз мякоть сока, чтобы вот она все выходила. Что из плюсов? Вот эти соковыжималки достаточно универсальны из-за того, что есть мелкая ситечка, крупная, это для соков с мякотью, таких, как томатный сок, чтобы получить настоящий томатный густой сок, знаете, для гаспачо, чтобы суп сделать, да просто, или либо сливовый, абрикосовый, вот когда он, знаете, не расслаивается, он такой равномерной густоты, сок яркий, красивый, вкусный, ну, это божественно. Вот. И к ним еще были насадки для сорбета, то есть можно приготовить сорбет. Но, как говорится, да, мы на месте не стоим. Пришло следующее поколение, четвертое. И вот чем оно отличалось? То, что мы сли от этой сеточки, бессеточной технологии, появилась вот такая отжимная корзина из ультамо, и в чем ее большое преимущество? Ну, во-первых, отошли от металла, потому что тут все прям есть любители, ну, как сказать, либо очень требовательные люди, когда им надо, чтобы вообще металла нигде не было, и, собственно, вот все пожелания клиентов, как говорится. И вот здесь получается, в чем огромный еще плюс, то, что это очень легко моется, потому что никто не любит мыть соковыжималки. Понимаете? Ну, это боль современного человека. А чтобы был эффект от соков, их не пьют по праздникам, да, то есть их надо все-таки включить в свой регулярный рацион, и тогда вы увидите действительно эффект. И я опять напомню, да, что это все-таки не фруктовые соки, мы сейчас говорим, мы говорим о действительно полезных для здоровья соков из овощей, из зелени, из дикоросов, или, собственно, там, ореховое молоко делать. И вот опять же, да, я упомянула ореховое молоко, и что у нас получается? Придя вот к этой сеточке и к определенным таким бытовым преимуществам, да, чтобы в легкости мытья, мы потеряли, к сожалению, возможность отжимать ореховое молоко, потому что ореховое молоко качественно получалось именно благодаря вот этой наличию вот этой сеточки. Но опять же, ореховое молоко можно сделать еще и в блендере, отжать через мешочек, но, собственно, как бы есть варианты. Вот. Тут уже надо выбирать, что вы будете делать, для кого что важнее. Обороты. Вот здесь было, как 43 оборота, также осталось 43, и в следующей модели тоже осталось те же 43. Там плюс-минус это совсем небольшая, может быть, погрешность в зависимости от самого продукта. Опять же, да, время не стоит на месте. И что еще добавилось? Вот в 200-й модели, в частности, это у меня 320-я модель, и еще есть вот по внешнему виду тоже такая же практически 200-я модель. Вот в 200-й модели добавилась вот эта сверху корзина, вот это расширенное загрузочное отверстие. Для чего? Как раз для того, чтобы руки людей освободились. То есть, когда мы отжимаем сок, мы все-таки вынуждены стоять здесь рядышком с ней, и со старой моделью тоже. То есть мы стоим, закладываем постепенно сюда продукты, и по мере прохождения опять закладываем. То есть давить нельзя, это дело такое деликатное, нежное, вообще соковыжималка, с любым прибором, бытовым лучше обращаться очень любя. То есть мы здесь закладываем. То вот здесь, благодаря вот этой предварительной корзине загрузочной, мы можем сразу положить буквально целый продукт, либо там нарезанный крупным куском, потому что здесь есть такой предварительный нож. Сейчас покажу, как он выглядит. Так, так, так. И вот он, он как бы, вот здесь вот он есть, и вот он помогает продукты немножко порезать и продвинуть к шнеку. То есть шнеку уже легче становится захватить эти продукты. И что получается для нас, для пользователей? Мы можем положить эту корзину, закрыть ее, включить и отвернуться. Что-то делать по кухне, ну, как всегда, знаешь, там тут пока прибрался, убрал, стаканчики достал и так далее. Вот, она за тебя, собственно, делает. То есть она освобождает руки. Вот эта вот предварительная корзина. Двухсотая и 320-й модели появились, ну, практически прям друг за дружкой. Чем они отличаются? Они все-таки вернули сеточку опять. Вернули вот эту сеточку в 320-й. И у меня, например, дома именно такая модель. Вот это как раз моя модель. Я все-таки люблю отжимать ореховое молоко, соковыжималки, потому что, ну, для меня, так, знаете, руки чистые, отжимать ничего не надо. Жмых тоже очень такой же сухенький, чистый, целый выходит. Он остается, естественно, я его дальше использую. Ну, то есть, вот как-то я так избаловалась, привыкла к этому. Очень удобно. Но если вы не планируете сильно отжимать молоко, то вот именно с такой решеткой, которая быстро моется, я советую взять именно ее, потому что это, правда, проще. Ну, то есть, это быстрее. Она моется максимум 30 секунд. И это как раз, можно сказать, дорога, вход вот в это здоровое питание, потому что уход очень важен. Уход, вот эта быстрая сборка, это, ну, прям, то, что в наше время ценится больше всего. Иначе мы не будем утруждаться, да, что-то сделать. Но если нас только совсем не прижмет, когда уже болезнь уложат, да, или онкология, тогда будешь все делать. А по сути, конечно, это лучше бы все совмещать. И вот она, самая последняя новинка. Это 5-е поколение, и это уже мультишный. Сейчас покажу. Чем он отличается. Товарищей, раздвину. Здесь у нас идет принципиально другая система мультишнека. Для чего это сделано? Опять же, чтобы еще максимально сократить количество деталей при сборке. И вот что у нас осталось? У нас теперь шнек и отжимная корзина превратилась в один мультишнек. То есть, вот, собственно, вот три детали. Еще больше сократилось. Молодцы. И вот этот мультишнек, как заявляют, ну, сам производитель, вот он... Они считают, что это такое универсальное решение. Здесь уже нету никаких, типа, крупных сеточек, либо мелких. И, соответственно, раз нет крупного, то и... Что мы теряем? Мы теряем возможность отжать густые соки. То есть, вот тот же томатный сок, какой он получится вот в этих соковыжималках, здесь такого не будет. Но, все-таки, томатный сок мы отжимаем достаточно редко. Каждый день мы пользуемся какими-то такими больше твердыми продуктами. Да, это свекла, яблоко, морковь. Ну, и, соответственно, там можно какими-то фруктовыми соками разбавлять, либо зеленью разбавлять. И со всем этим мультишнек справляется просто великолепно. Здесь увеличили количество оборотов. То есть, он теперь побольше, 70-90. И, как заявляет производитель, так как у него прям очень большая своя лаборатория, не только техническая, но и нутриоциологическая. То есть, там реально врачи, ученые, биохимики, они смотрят, измеряют качество сока. Ну, то есть, это действительно делается для людей. Это большая, очень серьезная компания, которая является реально лидером мировым большим. И которая задает не только сами технологии, но они объединены именно со смыслом и с качеством. То есть, мы получаем максимально качественный сок, сохраняя все энзимы, фитонутриенты, сохраняя максимально... Ну, то есть, убрали окисление, уже прям вот совсем к минимуму совершенно свели. Это действительно самое полезное, самое лучшее, что есть в мире. Поэтому, ну, это лидеры. Это мировые лидеры. И это их подделывают, это под них подстраиваются, это у них воруют технологии. Ну, то есть, это первоисточник. Вот. И, собственно, вот как изменилась сама внешняя форма. Да, она так подвытянулась, по факту. И вот что осталось, что осталось, это как раз осталось вот это предварительное загружочное широкое отверстие, которое они сделали даже еще шире, до 13,6 см. То есть, ну, реально какие-то вещи можно прям забрасывать сюда целиком. Вот. Тут, конечно, много всяких мелочей, перечислять которые, не знаю, ну, есть ли смысл сейчас в таком общем обзоре. Ну, вот знаете, в принципе, качественные вот такие вещи, они просто из каких-то мелких-мелких мелочей, вот прям соткано все. Вот вплоть до того, что корпусы стали делать, то есть, они не оставляют следа на пальцах. Называется это soft-touch технология, да. То есть, это очень легко, ну, мыть и... Не то, что мыть, да. Ну, как бы это просто очень упрощает уход повседневный и всегда такой приличный чистый вид, да. Ну, что немаловажно для нас всех, все-таки мы живем в современных квартирах, интерьерах. И вот этот минимализм сейчас в моде такой идеальный чистый. Вот. Ну, вот, собственно, я думаю, что стало чуть-чуть понятнее, если вот рассматривать именно вот эту линейку и где вы можете выбрать для себя модель, которая вам близка. В том плане, что, может быть, не всегда имеет смысл брать именно самую последнюю модель, да. Всегда есть любители прямо взять что-то самое последнее по технологии. Но я вам хочу сказать, что и старые модели, относительно старые, да, они просто прекрасны и также у вас отслужат, ну, точно, я думаю, не меньше лет 20. Ну, при, конечно, должном уходе и аккуратном использовании. Ну, а это качество жизни. Это качество жизни, качество жизни и здоровья вашей семьи, на которые вы можете просто влиять сами вот совсем простыми такими ежедневными действиями. Так что всем здоровья!